КОНЕЦ Хип-хопу в России больше 15 лет. Однако по-настоящему заметных признаков жизни все это время он почти не подавал. В какой-то момент в хип-хоп даже пришли большие деньги. Появились популярные артисты, журналы и марки одежды. Однако вложенные в доморощенных рэперов деньги так и не вернулись. Настоящего бума хип-хопа в России не произошло. Как только деньги появились, сразу те, кто ортодоксы, говорят «О, это какая-то попса». Хотя смешно там, я не знаю, там просто, ну, люди вложили там сколько-то денег, им же надо их отбивать. Просто так меценатством, по-моему, сейчас никто вообще не занимается. Саша Мэтт – главный коллекционер отечественного рэпа в стране. Но свои 800 дисков от ладивостокской группы White Niggas до чеченского рэпера Анзора Саша переслушивает очень редко. Прежде всего, потому что почти весь русский хип-хоп похож на одну очень длинную и очень тоскливую песню. Саша объясняет это понятным, но неприятным стремлением русских рэперов походить на западных. У нас вообще просто в России вообще нету… В общем, у нас весь хип-хоп, он как бы, если вообще по уровню, по негаму, он вообще весь в андеграунде. Вопреки, а чаще в пику музыкантам, которые ориентировались на западных рэперов, в России появилось целое рэп-подполье. Московские группы «Красное дерево» и «Контейнер» довели систему, предложенную группой «Кровосток» до абсолюта. В их песнях вообще все время пьют, курят, грабят и убивают. Нас, короче, просто атаковали в подъезде. Ну, не взяли ни денег, ничего, забрали просто дудку, короче. В отличие от мейнстримового хип-хопа, в котором чаще всего описываются не конкретные события, а какие-то размышления авторов на тему общечеловеческих ценностей, и «Контейнер» и «Красное дерево» описывают внутреннюю правду жизни, жизни, которой они сами живут. «Ищи, как мышка, кури шишку, сейчас фишка в читке, хочу любой читки». О чем писал Пушкин, например? Ну, тоже непонятно, что ему навеяло. Каждому свое ведь, правильно? Если бы он участвовал в грабежах, о чем бы он писал? Соответственно, сижу за решеткой в темнице сырой. Ты понимаешь, где он участвовал теперь? Принято считать, что шансон – прямой аналог американского гангста-рэпа. Это не совсем точно. Предмет описания и исследования в шансоне не сама бандитская жизнь, а ее последствия. Веселье и грусть о содеянном после удачного грабежа, разлука с любимой после неудачного. Андеграундный хип-хоп как раз пытается использовать то, о чем мало кто говорит – реальную жизнь, настоящую боль от удара киянкой по голове. При этом демонстрация такой жизни не самоцель, а просто метафора любых переживаний. Народ любит шансон. Почему бы он не полюбить его в таком варианте? Когда люди слушают такого рода музыку, им, мне кажется, музыкальное здесь не очень важно какое-то начало. Им важно то, что они получают из текста. То есть это такое что-то вроде авторской песни. Хватит капать из пипеток в клювике розовой воды. Тот, кто бесит нас с Азябом, должен получить пи***. Московская группа «Бонч-бру-бонч» – это два молодых человека – Дима Азяб и Юра Таранту. Молодые люди из хороших семей, дипломированные юристы, и их дворовая жизнь кастулась совсем немного. При этом «Бонч-бру-бонч» – это, наверное, самая агрессивная русская хип-хоп-группа. Они против всего и всех, даже против рэпа. Просто что-то не нравится. Как объяснишь, нравится тебе молоко или не нравится? Ну вот ты попробовал, чёрт, ну не нравится. Ну почему, да хрен его знает. Ну вот так вот поставил русский рэп, ну не нравится. Падай, как винды, падай, подлым выпадом под кошелый. Нужно читать о чём-то, что задевает, что максимально трогает всех, что самое резкое. Когда он на двадцатке мастером цеха что-то, тогда ты к нему холон чинил танки, ты 72-80-ки, опять ассоциативно. Эти припарки ставят в колёса мои ярости палки. Петербургская группа «Тойч Компани» читает рэп про то, как земля подверглась тотальному карантину, и про то, как киноманы убивали любимую актрису. По-моему, у нас с рэпом всё в порядке уже. Куча групп, от которых люди трясут головой. А мне кажется, что нет. Ну мне там мало под какие группы хочется башкой трясти. Да ладно, а как же Серёга? Нет, Серёгу нет. Нет, Серёгу не хочется трясти. Протест и агрессия в любых формах — это на самом деле главное отличие андеграундного подпольного хип-хопа от телевизионного вроде Касты и Серёги. До последнего времени рэп в России был беззубым приложением к определённому стилю жизни. Теперь с появлением разных, но одинаково точно транслирующих уродства окружающей действительности групп, в России наконец-то появился настоящий хип-хоп. Злой, нервный и безапелляционный. Мне нужны враги, чтобы хоть как-то на плаву держаться в этой жизни. Кроме денег мне нужны враги. В России даже общепризнанные мастера речитатива получают небоснословные гонорары. По неофициальным данным, группе Каста платят примерно 3000 долларов за концерт. В этом смысле андеграундным рэперам вообще не на что рассчитывают. Это такой парадокс. У нас наконец-то появился свой, аутентичный, ни на что не похожий хип-хоп, только вот спроса на него нет. Получается, что для России с её 140-миллионным населением достаточно трёх известных всей стране рэп-групп. Продолжение следует...